Ровное и качественное дорожное покрытие радует каждого автомобилиста. В то время как различного рода повреждения асфальта на трассе, трещины и выбойны не только отвлекают от ситуации на дороге, но нередко становятся причиной аварии. Поэтому, как только позволяют погодные условия, ремонтные бригады приступают к работе. Состояние дорожного покрытия в большинстве улиц является удовлетворительным, но улицы, которых уже срок службы более 15-18 лет, конечно, они разрушаются. Также происходит интенсивное разрушение на мостах и на путепроводах, где срок службы дорожного покрытия 6-8 лет. Зимние эти работы, надо отметить, что они являются временными. И в летний период практически все будет переделываться. Поэтому большие объемы не выполняются, их невозможно выполнить, так как данные технологии, которыми мы пользуемся, они очень энергозатратные, и производительность довольно-таки невысокая. Но даже учитывая это, на настоящий момент удалось провести ямочный ремонт на площади в полторы тысячи квадратных метров. Работы были начаты еще в декабре и продолжаются практически ежедневно, с поправкой на погодные условия. Для реновации дорожного покрытия используются две основные технологии – литой асфальтобетон, инфракрасный разогрев. При помощи бетонореза вырезаем ямку, потом при помощи отбойного молотка выбиваем. У нас в это время готовится смесь в установке. Смесь приготовилась до определенной температуры, проварилась. И все, заливаем. Полчаса готовится смесь, смеси хватает в среднем на 5-7 ям, потом заново готовим. А из чего эта смесь состоит? Фрезерат, крошка, которая получается при фрезеровке асфальта, смола и щебень мелкий. И что, она расплавляется здесь, да, на месте? Да, там температура до 200 градусов в бочке. Она варится, расплавляется, потом мы этой смесью заливаем ямой. Работы на данный момент ведутся на бульваре Шевченко, улица Московской, городской по проспекту Республики и на бульваре Космонавтов. Ежедневно производится объезд городских улиц, в ходе которого оценивается состояние дорожного покрытия. По результатам таких осмотров определяются особо проблемные участки, а также объем работ на ближайшие дни.